Привет, меня зовут София и сегодня у нас 23 января, я снимаю новый влог. Я решила, что я буду снимать что-то типа недели влогов, но я это все сделаю в один влог. В предыдущем влоге я снимала 3 дня из своей жизни, то есть это был четверг, пятница и суббота. И этот влог у меня получился на... Я его даже уже смонтировала. 7 минут 35 секунд. Ясно, смонтировав его, поняла, что здесь вообще ничего не понятно, вообще что за чем идет, все какими-то отрывками, вообще ничего не понятно, плюс он короткий. В этом влоге я постараюсь показывать абсолютно каждый день из своей жизни на протяжении всей недели. Поэтому я надеюсь, вам понравится это видео. Приятного просмотра. Время 9 часов вечера. Я пришла со школы, с музыкалки. И сейчас я вам покажу, что мне пришло с Ватберсель, так как я заказывала немножечко вещей, поэтому сейчас будет мини-обзор. Вообще первое, что мне пришло, это вот такие вот духи с запахом кубники. Я давно хотела духи, чтобы они были сладкие, такие ягодные. И вот эти это прям на ход. Ну и, собственно говоря, вещи. Первое, то, что я никогда бы не купила, это пиджак. Зачем я его купила? На выступление. Он ярко такого малинового цвета, естественно, я его еще не глазила, не отпаривала, поэтому он такой мятый, лежал в упаковке. Вообще, примерив его на себя, я поняла, что мне он, в принципе, идет, и что он мне, в принципе, нравится. И пусть я на жизни, я, возможно, бы его носила. Но так, если бы мне его показали, я бы его точно никогда в жизни не бы не заказала. Но классно. И, в принципе, сидит на мне тоже хорошо. Вот такой вот свитер. Он мне очень понравился. Во-первых, у него полоска. Это сейчас достаточно модный принт. Во-вторых, мне нравится это открытое горло. Вот. Он состоит вроде бы из акрилы и шерсти. Короче, артикулы оставлю в комментариях. Доброе утро. Я уже открыла все. Слава богу, у нас сегодня пять уроков, а у меня есть накалка, который по последний вечер. Давайте все приняты. Все, друзья, челка, потому что все ужасно. У вас, например, у нас сегодня очень много лет было. Всем привет. Это наш лоу. Сегодня 24 января. У нас должен быть русский, но у нас его нет. Потому что там закрыто и темно. Я лично перепутала, у нас ничего не будет. Потому что мы будем иначе писать сочинения. А я не хочу мази. Как? Не надо. Форматика не надо с утра. Это просто лучший день. Это сегодня просто лучший день. У нас должен быть русский. Роги бы не было. Она опоздала. Она опоздала. Она просто забыла про нас. Сейчас загнала бы быть информатика, а у нее 11 класс. Она тоже про нас, наверное, забудет. Я так. У нас была все-таки информатика. Мы какую-то фигню делали. Сейчас у нас English, please. А эти тоже добавим. Ладно. Добавишь его еще, ага. Добавишь его в лог. Позор. Мне приходится вот так вот погибать. В общем, рассказываю сегодняшний день. Это рубрика у нас с Дарьяной есть. Рассказываю сегодняшний день. В общем, у меня такой нервный теленок. Раз, два и солдат. Раз, два и солдат. Раз, два и солдат. Раз, два и солдат. Вот так надо снимать? Или как? Я покажу. Я даже знаю. Я ее не так снимала. Так вот всегда. Я иду домой, наконец-то. Теперь музыкалку. Я пришла домой, переоделась в новый свиток. Так, я сейчас пойду музыкалку. Рассказываю историю. У меня должна была быть сегодня сальфеджио. И должна была быть специальность. И сальфеджио я просто ни в какую сегодня не хотела. То есть я пришла домой и думаю, блин, хоть бы сегодня сальфеджио не было. Не знаю, каким образом, но чтобы его не было. И сейчас нам пишет группа преподавателей, что его не будет. Вы просто не писаете, что здесь пять уроков, две математики, физика, русский и биология. Но, в принципе, нормально. Кроме двух математик и физики. Но, в общем, не суть. Я уже собралась. Мне только надо сейчас прибраться в комнате, потому что у меня ужасно здесь грязно. всё разбросано, поэтому, так как я утром кое-как собираюсь, естественно, всё бросаю. И мне сейчас нужно прибраться. И также я хочу сделать немного какие-нибудь уроки, потому что нам задали писать сочинения. Плюс физики много там делать. Короче, вот. Музыканку будет, наверное, не очень, потому что я в новостнике. В общем, я сейчас пришла домой. Точнее, приехала, я доехала на автобусе, ввела себе мак. Я его не делала, наверное, месяц, если не больше. Картошку обычную. Чизбургер. Так как бигмак убрали, не знаю, когда его снова введут, поэтому я беру сюда чизбургер. Дальше кисло-сладкий сырный соус и гнадисы. Шесть штук. Вот так сейчас буду кушать. Ещё совсем забыла колу. Точнее, добрый колу. Я каплю на новую кофту. В общем, я уже, в принципе, сделала уроки, смонтировала уже свой первый влог, который вы наверняка уже все увидели, потому что этот влог выйдет намного больше, чем вот этот, который я сейчас монтировала. А ещё посмотрите, я просто помыла волосы, и как у меня помнятся волосы после мытья. Просто какой-то капец. Доброе утро, я вас с тобой в чёрной кофте. Мне у меня... Коэффициент первого снижения и на аналогичный коэффициент второго снижения. И всё это ещё при... Поустой и задаче у нас должно... В общем, я так с вами не поздоровалась. Всем привет! Я сегодня в чёрной кофте, и причём она рваная. Прикиньте, я её дешевала утром, потому что я её достала... Всем привет! ...со шкафа, и она... Короче, весь рукав у меня был рван. Может, маме написать? Можно за мной? Зачем? Что случилось? А у меня душа болит. Либо ты просто не можешь физически. Вот так вот. И тоже. А ещё посмотрите, какой захот красивый. Просто Атас. Она злая. Да. Очень. Она тоже, в принципе, злая, потому что я её разручила на мотиватике. Левая. Он тоже злой. Хотя нет, он добрый. Он плов поел. Ой, ты там сошься? Сухию попросила? Ага. Это база. Здесь от пола... Вообще, всем привет! Мы написали контрольную и диктант по мотивике. Мне кажется, по диктанту у меня 4, по задаче тоже 4. Потому что я там чернину писала. Вот. Сейчас у нас будет последний урок. И потом... В общем, всем привет! Я буквально сейчас назад пришла со школы. Уже сделала задание по вокалу, как оно у меня будет, через 2 часа. И сейчас буду писать сочинения по-русскому. Вообще ужасно не хочу писать. Я даже не знаю, что писать, как писать. Вот. Но надо, потому что вечером я буду вообще не в состоянии. А ещё, кстати, у меня сегодня в 17.45 ансамбль. Вот. Тоже буду там что-нибудь снимать. И, возможно, в вокале я тоже постараюсь что-нибудь снять, потому что у меня на планшете музыка, а на телефоне у меня сам вокал. Я не знаю, как снимать, но я постараюсь. Итак, я собралась на ансамбль, потому что у меня сейчас будет вокал, и то есть у меня не будет времени потом одеться, поэтому сейчас покажу свой лук. Итак, я собралась на ансамбль. Сегодня у меня та же самая кофта, белые джинсы, которые я первый раз в жизни одела, и вот такая чёрная сумка. Всё, я пошла. Всем привет. Я пошла на ансамбль с таким хорошим настроением. Думала, что у нас будет дуа. Классный английский, да? Классный английский, да? Сючки. Вот и наш помощник. Давай. Давайте я покажу фотки, которые я нафоткала. Мы сейчас в Кусвилле покупаем зодо. Идеально поставим зодо. Итак, мы пришли с Кусвиллы, и сейчас будет к 2 продуктов. Первое. Это купил, наверное, мой брат. Назвенатый бомбочка с Машлой. Милк. Санат. Банан. Мусорные мешки. Клопочка для ванны. Мясо. Дальше. Пакет номер 2. Фремени. Сушёные грибы. Трюшка. Авокадо. Виноград. Голубика. Очень вкусная вещь. Йогурты. Творог. И творожный сыр. Я буду снимать, как настоящий блогер. Нашу кукольную камеру. В общем, что ещё. Завтра у меня музыкалка. Завтра снимаю последний день. Так вот, завтра 7 уроков. И... Вроде всё. А ещё я бы сняла влог в субботу. Как-то будет уже неинтересно всё в одной блоге. Какой день пятый. День пятый. Да, в голове. Так, папку крылья и с ним. В смартфоне. Она, по-моему, забавилась. И... Ля-ни-бэм-хэд. Это годовщина или юбилей. Спасибо. Я сейчас... Волг третьего. У меня музыкалка 14.45. Я ещё даже не бросала половину пути, даже ещё не поела. Я не знаю, кто успеет. И трус у меня сегодня будет порогнуть. В 20-21 часа. Это просто какой-то пик. Прошлый влог. Последние кадры я снимала на этом же месте. Точнее, не на этом, а на том. В общем, она учит билеты. Потому что она молодец. Она в этом году сдаёт экзамены. А я до сих пор не знаю, что такое риту. Покуритом. Покуритом. В общем, на этой прекрасной ноте... Да, да. Да, я был... На этой прекрасной... На этой прекрасной ноте, которая сейчас играла в том кабинете. Я заканчиваю свой влог, который получился на минут 15. Вот. Почти во всём влоге присутствовала она и ещё два человека. Команда Кирилла. Команда Кирилла. В общем, я надеюсь, вам понравилось это видео, этот влог. Поставьте этому влогу лайк. Подпишитесь обязательно на мой канал. Я надеюсь, что в этот раз YouTube пропустит рекомендации моих видео. Потому что в прошлый раз у меня авторские права. И поэтому просмотра там очень мало. Вот. В общем, всем пока. До новых встреч. Пока.